Всем привет, с вами Наташа и сегодня у нас будет обзор долгожданных новинок от Apple iPhone 5s и 5c. Но так как вы видите, что у меня в руках ничего нету, то это будет не скорее не обзор, а мои впечатления от презентации, на которую нас, конечно же, никто не позвал. Ну, в принципе, Apple вообще редко кого зовут на свои ивенты. И чтобы они тебя заметили, нужно докачаться до 16-го левела и кастануть ульт. Ну что же, говорите, если даже фанатичного Вилса никто не зовет, то куда уж нам, простым розеточникам? Ну, с вашей помощью. Фоточки новых айфонов гуляют в интернете уже пару недель, так что на презентации никто не ахнул. Да и вообще впервые за историю компании айфоны были восприняты очень спокойно. Итак, iPhone 5s. Как только не пытались интерпретировать эту букву С до его выхода, то чип, дешевый, то колор, а самые смелые рискнули предположить, что это будет камера. Правые оказались те, кто считал, что это цвет. Впервые в продажу выйдут красный, желтый, голубой и зеленый айфоны, белый был и раньше. При этом переднюю часть оставили черный почему-то. Смартфон стал толще, почти 9 мм, и тяжелее, 132 грамма. Те, кто жаловались на легковесность пятерки, да, почему-то есть такие люди, которым не нравится все легкое. Вот они будут в восторге, потому что вес и толщина почти как у четверки. А вот что им вряд ли понравится, так это использование поликарбонатов в корпусе. Да, Apple говорит, что внутри он железный, но нам какая разница? Вся задняя панель это такая пластиковая экстра блестящая ванночка. На это Apple делает особый упор. В остальном это полнейший аналог пятерки без каких-либо изменений в аппаратной части. 4 дюйма гигабайт оперативки и 16 либо 32 гигабайта основной памяти. 64 цветному не положено. Чуть-чуть увеличилась батарейка, которая смогла улучшить только время ожидания. В общем-то и логично, учитывая, что и так все летает, по крайней мере, на iOS 6. На бетах семерки все было так себе, но надеюсь в релизе поправят. К iPhone 5C еще показали разноцветные силиконовые чехлы с дырочками, такие очень на любителя. Я не буду строить у себя аналитика и скажу, что 5C мне не понравился, по крайней мере, пока я не подержала его в руках. Мне, в принципе, все равно, какого цвета моя пятерка. Я спокойно могу нацепить на нее чехол какого угодно цвета, и она все равно будет тоньше и легче, чем 5C. Но зато я в любой момент могу снять чехол и снова почувствовать металл в руках. Видимо, Apple метили в хипстерскую молодежь, но почему-то в меня не попали. Тем не менее, мне нравится то, что компания дает выбор тем, кто хочет выделиться. Хочешь пластик? На тебе пластик. Хочешь металл? Бери старшую модель. Нет такой ситуации, как с iPhone 3G, когда нас насильно перевели с алюминия на пластик. Есть выбор, и это хорошо. А вот C как чип себе не очень-то оправдало. Базовая модель без контракта будет в США стоить 549 долларов, на 100 долларов меньше, чем 5S. Ну а сколько он будет поначалу стоить, у нас одним людям с большими чемоданами ведомо. В общем, когда ваша девушка попросит у вас iPhone 5S, то вы лучше уточните, S русская или S как доллар. А то за 100 у ей экономии рискуете увидеть очень разочарованное лицо. Ой, ладно, еще немножко потерплю и скажу, почему я буду менять свой iPhone 5 на 5S. Ну или на LG G2, но об этом через недельку. Во время презентации я долго пыталась понять, что это за ободок вокруг кнопки Home. Уж не светодиод ли уведомлений? Ну а оказалось все куда сложнее и интереснее. Буква S в названии iPhone нынче значит не Speed, не Siri и даже не Steve, как до сих пор думают некоторые романтики, а Security, то есть безопасность. Стоит вам прикоснуться к кнопке, как она считает ваш отпечаток пальцев и разблокирует смартфон. Прощаю, унылый пароль. Да, поклонники Android скажут, а у нас есть Face Unlock и графический пароль. Но мне интересно, сколько реально людей используют разблокировку лицом. Учитывая, что при плохом освещении она вообще ужасно работает. И плюс это нужно все время поднимать телефон, смотреть на него, что за рулем ужасно неудобно. Графический пароль штука прикольная, но если это не прямая линия, то рисовать его как-то долго и через пару дней уже очень сильно надоедает. А тут просто прикоснуться пальчиком и все, привет. Плюс самое главное, это то, что в App Store можно будет поддержать покупки пальцем. Для поклонников теории заговора, Apple утверждает, что никому и никогда не отправят и не покажут ваши отпечатки. И что хранятся они будут исключительно в вашем смартфоне. И не то, чтобы я была помешана на безопасности, но знаете, как бывает, сидишь в кафе с друзьями, и тут вдруг кто-то, ой, покажи, пожалуйста, телефон. И ты уже наблюдаешь, как листают твои личные фоточки, а там, ну там всякое. Не, у меня ничего нет. S как Speed тоже присутствует. Тут впервые среди всех смартфонов применен 64-битный процессор, который по заверениям Apple работает в два раза быстрее предшественника. Так как графический чип, что уж совсем хорошо, так как iPhone 5 по этому параметру один из лучших до сих пор. Все программы от Apple уже оптимизированы под новый код, остальным эта работа еще предстоит. Появилась и поддержка OpenGL ES 3.0, прямо как в Android 4.3, что обещает очередной виток в улучшении графики в играх. Единственное, что не нравится, это то, что 2 гигабайта оперативки не сделали. Какой-то жматизм. Честное слово, учитывая новый режим многозадачности, было бы очень кстати. Появился специальный сопроцессор, который обрабатывает данные гироскопа, акселерометра и компаса. Будет экономить батарейку, обои же теперь наклоняются, постоянно в зависимости от положения смарта. Ждем нашествия приложений с функциональностью JoBone App, например. ES как шут, то есть съемка. В очередной раз улучшенная камера с теми же 8 мегапикселями, зато с увеличенным сенсором, улучшенной до 2,2 светосилой. Эй, Apple, у некоторых уже 1,9 вообще-то. И парочкой новых программных режимов, на которые и будет использоваться мощь нового процессора. Например, 5S при плохом освещении способен сделать серию снимков с разной экспозицией за доли секунды. И выдать снимок практически без шумов. Такой же принцип используется в Cortex Camera, например, и это очень круто. А тут, наверное, еще круче и быстрее. Появился режим стабилизации, когда смартфон, сделав серию из 10 снимков, автоматически выбирает наименее размытый. Ну и видео теперь с возможностью записи 120 кадров в секунду, правда в 720p. Спорим, на 20 гривен, что сейчас Samsung полюбаса сделает 120, но уже Full HD. Появилась двойная светодиодная вспышка с желтеньким и беленьким светодиодом, который способен создавать до тысячи уникальных цветовых решений в зависимости от внешнего освещения, бла-бла-бла. Какая разница, когда вы светите ей в темном подъезде, как фонариком? Ведь зачем еще ее использовать, уж точно не для фото. И главное то, с чего начинали, появился золотистый колор. С учетом нашего менталитета и явно большого спроса на новый колор в первое время среди тех, кто поменяет айфон только из-за цвета, он рискует стать золотым и по цене. Чисто черный цвет, который получил дурную славу из облизающих торцов, исчез. Теперь у нас Space Gray с темно-серыми торцами, белый без изменений. Появились крутые чехлы-накладки на заднюю сторону от Apple из кожи. Кстати, вроде прямо из кожи, а не как задняя крышка в Note 3. Интересно, подойдет ли она обычную пятерку? В общем, революции не произошло, все достаточно спокойно и ожидаемо. 5S стал еще более премиальным. Золотой цвет, кожаные чехлы, сканер отпечатков. Бизнесмены будут в восторге, наш главный, я думаю, уже все заказал. И плохая новость. Айфон 5 полностью снят с производства. Так что не упустите возможность приобрести исчезающий черный цвет, если он вам действительно нравился. Ведь пятерка 10 сентября не превратилась в тыкву, это все еще отличный смартфон. Ах да, где-то в начале октября у нас будет полноценный обзор на яблочные новинки, не пропустите. А знаете, как вы не пропустите? Если подпишетесь на наш канал и не забывайте ставить лайки нашим видео. Напишите в комментариях, что вы думаете о новых айфонах. Ох, я все-таки купила Джо-Джо-Джо. Субтитры сделал DimaTorzok